На территории Самары сформировано 467 избирательных участков для предстоящих выборов в Государственную и Губернскую Думы. Подготовка помещений для них – одна из ключевых задач. Также важно провести мониторинг надлежащего состояния прилегающей территории, подходов и подъездных путей к избирательным центрам. Эти вопросы обсудили на совещании рабочей группы по содействию избирательной комиссии с участием главы города Елены Лапушкиной. Наша с вами задача – максимально подготовить избирательные участки и, в принципе, подготовиться к этой избирательной кампании. По сравнению с предыдущими выборами у нас добавился только один избирательный участок в промышленном районе, поэтому изменения у нас минимальные в этом плане, и все вы прекрасно знаете степень своей ответственности и те задачи, которые перед нами стоят. Помещения, которые будут задействованы во время проведения выборов этой осенью, проверят на антитеррористическую защищенность. Вопрос безопасности всех участников процесса в приоритете. Заранее проведут работы по планировке и обеспечению избирательных комиссий транспортом для голосования на дому. Сроки достаточно. С одной стороны, время есть, но с другой стороны, его не так много. Практика, еще раз говорю, показывает, что данная форма является востребованной. Мы можем очень хорошо защитить избирательные права наших граждан, организуя данное голосование. Обсудили на совещании и вопросы о санитарном содержании участков, прилегающих к центрам избирательных комиссий. В рамках месячника по благоустройству территории сейчас приводят в порядок. Перед началом выборов работа будет продолжена. Для того, чтобы обеспечить доступность маломобильным гражданам, в этом году выделили средства на устройство пандусов в шести образовательных учреждениях. Во всех есть избирательные участки. Мэри Елчан, Николай Епифанов, Константин Головин. События.